Уроки по изучению Библии Несмотря на драматизм этой вести, вдохновенный автор объясняет эту проповедь, просто сказав, что Филипп, начав от этого местописания, благовествовал ему об Иисусе, читаем мы в книге Деяний в 8 главе. Наверное, нашим проповедникам следует сделать вывод, что сила нашей вести во Христе. Чем больше мы будем проповедовать Его, тем больше жизни изменится и больше душ спасется. Слишком часто мы прячем крест за собой, вместо того, чтобы самим прятаться за крестом. Филипп проповедовал Иисуса. Что он говорил? Мы точно не знаем, за исключением лишь того, что он начал с ветхозаветного писания, записанного в книге пророка Исаии. Итак, 8 глава Деяний, 32 и 33 стихи говорят, цитируя Исаию, 53 главу 7 и 8 стихи. Как овца введен был он на заклание, и как агнец предстригущим его бескласен, так он не отверзает уст своих. В унижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо забирается от земли жизнь его. Можно не сомневаться, что Филипп рассказал вельможе, который читал этот ветхозаветный отрывок, что Исаия говорил о Мессии, что этим Мессией был Христос и Иисус, и что в распятии Иисуса было исполнено это пророчество. А после этого, что Филипп сказал, мы не знаем. Возможно, он поведал историю Иисуса приблизительно так, как мы сегодня ее расскажем. Прежде всего, наверное, он поведал ему о его рождении. Иисус родился в Вифлееме в дни Ирода Великого, как мы читаем в книге Евангелия от Матфея, 2 глава и 2 глава Евангелия от Луки. Он был зачат Святым Духом и рожден от Девы. Его мать Мария вместе со своим мужем, которому ее отдали в жены, Иосифом, пришли в Вифлеем из своего родного города Назарета, что в Галилее, чтобы пройти перепись, так как вышел указ римского императора о взымании налогов со всего населения римского мира. Когда они прибыли на место, в маленьком городишке Вифлееме уже было полно народу, и они смогли устроиться на ночлег только в сенном сарае, который хозяин гостиницы разрешил им занять. Там родился Иисус, и мать положила его в ясли или кормушку для скота. В ночь рождения Иисуса к нему пришли поклониться пастухи. Позже, когда семья перешла в дом, с востока прибыли волхвы, цель которых была найти его и поклониться ему. Их расспросы так встревожили царя Ирода, что он попытался уничтожить младенца, который показался ему угрозой для его престола. Однако Бог предупредил родителей Иисуса, и семья бежала в Египет. Там они оставались, пока Ирод не умер, после чего вернулись в Назарет, где и поселились. Далее, наверное, Филипп обратил внимание на его детство. Иисус вырос в Назарете. В возрасте 12 лет, в праздник Пасхи вместе с родителями, пошел он на поклонение в Иерусалим. На обратном пути Иосиф и Мария обнаружили, что среди паломников Иисуса нет. В конце концов, они нашли его в храме, где он задавал вопросы и слушал учителей закона. Когда ему сделали выговор по поводу такого странного поведения, Иисус ответил, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему» Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. Затем он вернулся в Назарет и продолжал жить в подчинении у Иосифа и Марии. Он возмужал и имел живой ум, пребывал в любви у людей и упорно старался расти духовно, читаем мы в Евангелии от Луки, 2 глава, 52 стихи. Далее, возможно, Филипп обратил внимание своего слушателя на крещение и искушение Иисуса. Когда Иисусу было 30 лет, он крестился от Иоанна Крестителя в реке Иордан. После крещения Дух Божий сошел на него в образе голубя и голос с неба возгласил, «Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» Матфея, 3 глава, 17 стих. Потом Иисус, ведомый Святым Духом, пошел в пустыню. Там он постился 40 дней, по истечении которых дьявол стал искушать его, соблазняя обратить камни в хлеба, броситься вниз с крыла храма и поклониться дьяволу в обмен на все царства мира. Но Иисус всякий раз говорил «нет», предваряя свой отказ словами «написано». После этого ангелы служили ему. Затем последовали три года служения Иисуса. Знакомясь с его учениями и с тем, как он общался с людьми, мы узнаем, каким он был и что его отличало от всех других учителей, когда-либо живших на земле. Прежде всего, это его чудеса. Иисус Христос совершал чудеса. Первым чудом было превращение воды в вино. Ничто не было слишком трудно для него. Он насытил множество народу несколькими хлебами и рыбками. Он успокоил штормящее море. Он ходил по воде. Он слепых делал зрячими. Хромым давал способность ходить. Глухим возвращал слух. А немым — речь. Он изгонял бесов. Он лечил больных. Исцелял прокаженных, страдавшую кровотечением женщину и парализованного. Он даже воскрешал мертвых. Как минимум трижды Иисус призывал мертвых к жизни. Он оживил дочь Иаира, сына вдовы Изнаина и Лазаря, пролежавшего в могиле три дня. Совершая эти чудеса, Иисус проявлял доброту, сочувствие, сострадание. Что самое главное, Он этим доказывал, что Он — Сын Божий. Его чудеса имели своей целью породить веру в тех, кто видел их и кто будет читать о них. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в 30 и 31 стихах мы читаем. Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Также обратим внимание на учение Иисуса. Иисус был не только чудотворцем, но и учителем. Он учил тому, чему никто никогда раньше не учил. Его дела свидетельствовали о том, что это был учитель, пришедший от Бога, как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Его слова позволили людям так судить о нем. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Иоанна, 7 глава, 46 стих. Его учения дивили народ, потому что он учил, как имеющий власть. Матфея, 7 глава, 28 и 29 стихи. Он имел такую власть, потому что был Сыном Божьим. Обратим внимание на апостолов Иисуса. Иисус прилагал большие усилия, чтобы научить тех, кто продолжит Его учение после Его ухода. Он с самого начала знал, что не останется на земле, что будет убит, и поэтому Он избрал 12 человек, называемых апостолами, и более интенсивно обучал их, чтобы они продолжили Его дело после того, как Он вернется к Отцу. Благость Иисуса. Иисус ходил, творя добро, читаем мы в Деяниях, 10 глава, 38 стих. Он дружески относился к тем, от кого все отворачивались, сочувствовал грешникам, благословлял детей и помогал всем, кто нуждался в помощи. Он отказал себе во всем, чтобы отдать свою жизнь за других. Человеческая природа Иисуса. Иисус был человеком. Он был сильным, достаточно сильным, чтобы ходить на большие расстояния, жить без многих земных благ, выполнять повседневную работу. Он умел подчинить себе других. Кому Он говорил, прийти, те приходили. Кому говорил, идти, те шли. Он прогнал менял из храма и, как бичом, бил словами фарисеев и лицемеров. Иисус был не просто человеком. Он был бедным человеком. После того, как Он начал свое публичное служение, у Него не было ни собственного дома, ни лодки, ни какого-либо животного. У Него не было времени, чтобы что-то приобретать. Времени хватало только на работу и Слово Божье. Божественная природа Иисуса. Иисус был не только человеком. Он был также Сыном Божьим. О том, что Иисус, Его Сын, Бог заявил Его непорочным зачатием, звездой, возвестившей Его рождение, Своим заявлением при крещении Иисуса и чудесами, которые Иисус творил. Во время преображения Иисуса Бог снова возгласил. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Даже посредством событий, связанных со смертью Иисуса, Бог ясно дал понять, что это Его Сын. Иисус жил безгрешной жизнью и зарекомендовал себя как хороший человек, надежный друг и труженик, работавший в Назарете простым плотником. После всего этого и после того, как в течение своего трехлетнего публичного служения Он творил добро, Он был схвачен и убит иудеями. В последнюю неделю темп событий в жизни Иисуса ускорился. В последний раз Он въехал в Иерусалим на осле под громкие возгласы толпы, кричавшей «Ассанна!». В течение этой последней недели Он много учил и проповедовал. И вот пришла эта судьбоносная ночь четверга. Он и апостолы собрались в верхней комнате, чтобы отметить Пасху. Он показал пример смирения, омыв им ноги. Он учредил Господню вечерю. Затем, предсказав, что один из апостолов предаст Его, а Петр отречется от Него, он пошел с ними в Гефсиманский сад. Там он молился. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея 26.39. Трижды он молился об этом, а затем встал и пошел навстречу толпе, которая пришла, чтобы схватить его. Затем события последовали друг за другом с молниеносной быстротой. Иуда предал его в руки толпы. Его повели на суд, поставили перед первосвященником и ложно обвинили в богохульстве. Петр отрекся от Господа, сказав, что не знает его, а затем вспомнил предсказание Иисуса и вышел, горько заплакав. Когда настало утро, Синедрион осудил Иисуса, и его привели к Пилату. Задав ему несколько вопросов, Пилат отправил его к Ироду, который посмеялся над ним, и отправил его обратно к Пилату. Пилат, убежденный в невиновности Иисуса, хотел освободить его, но по настоянию иудеев не стал этого делать. Не в состоянии изменить ход событий, он приказал бичевать Иисуса. Взял воду и умыл руки, сняв в себя ответственность, и затем передал Иисуса на распятие. Иисуса привели в место, называемое Голгофа, где распяли вместе с двумя преступниками. Его прибили гвоздями ко кресту и оставили умирать. Время тянулось медленно. Его терзала страшная боль в пробитых гвоздями руках и ногах, от тернового венка на голове, от невыносимой тяжести тела, которое лишь гвозди удерживали висящим на кресте. Чтобы не смотреть на эту постыдную сцену, Бог навел на землю тьму. Наконец Иисус вскричал «Совершилось!» и почти сразу же умер. Друзья Иисуса получили разрешение снять его со креста и положили его тело в новую гробницу. Его враги запечатали гробницу и поставили воинов сторожить, чтобы никто не смог украсть тело Иисуса. Однако в первый день недели Иисус воскрес из мертвых. Он явился некоторым женщинам, двум ученикам на дороге в Эммаус, апостолам в запертой на замок комнате и другим, включая пятьсот свидетелей одновременно. Он оставался на земле около сорока дней, демонстрируя, что он действительно снова живой. Перед тем, как покинуть землю, Иисус призвал к себе апостолов и дал им великое поручение. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. Вскоре после этого Иисус вознесся на небо. Когда апостолы с удивлением следили за Ним, перед ними предстали два человека в белой одежде и сказали, что Иисус придет снова, таким же образом, как они видели Его уходящим. Деяния, 1 глава, с 9 по 11 стихи. Затем, следуя указаниям Иисуса, в Деяниях, 1 главе, 7 и 8 стихах, апостолы отправились в Иерусалим ждать обещанного Святого Духа, который должен был наставить их на всякую истину. Через несколько дней, в день Пятидесятницы, Святой Дух сошел на апостолов. Над ними появились разделяющие языки, как бы огненные, и они стали говорить на иных языках. Собралось огромное множество народу, и Петр выступил с первой проповедью Евангелия. Своим иудейским слушателям он сказал, что это они убили Иисуса, который творил чудеса, воскрес из мертвых и сейчас прославлен на небесах. Это заставило их воскликнуть, что нам делать? Петр ответил, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Деяние 2 глава, 38 стих. Услышавшие его, охотно повиновались, и в тот день крестилось, и таким образом присоединилось к Господу и Его Церкви около трех тысяч человек. В последующие после рождения Церкви годы эта история, несомненно, повторялась бесчисленное число раз. Благовестники указывали на грехи своих слушателей, рассказывали им о смерти, воскресении и прославлении Христа, и затем говорили, что Бог повелел им делать, чтобы спастись смертью Христа. На этом история Христа не заканчивается. Не заканчивается она и с установлением Его Церкви, или с проповедью Его Евангелия. Она переносится в будущее. Христос вернется. Бог назначил день, в который этот же Иисус будет судить мир. Однажды Он пришел, чтобы спасти грешников. Он вернется, чтобы судить их. Принявшие Его спасение будут спасены на небесах в вечности, а кто отверг Его спасение, те будут навечно осуждены в ад. Когда Христос вернется, Он будет судить все человечество. Вот такую приблизительно проповедь Филипп изложил вельможа, когда благовествовал ему об Иисусе. «Задела ли вас эта история о нашем Господе, как взволновала она Его? Осознаете ли вы, что должны повиноваться Сыну Божьему? Не побуждает ли и вас мысль о благости и доброте Иисуса стать Его последователем? Не заставляет ли вас мысль о смерти Иисуса устыдиться собственной вины? А мысль о том, что Он может прийти в любой момент, не вызывает ли у вас желание приготовиться к встрече с Господом в судный день? Если да, то откликнитесь на Его повеление, уверуйте в Господа, не стыдитесь исповедовать Его перед людьми, покайтесь в своих грехах и потом примите крещение. Вода имеется. Что мешает вам креститься? Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok